доброе утро ранний эфир сегодня хотела с вами поделиться своим опытом оздоравливающих процедур потому что я знаю сама по себе и мы это затрагивали эти моменты я буду делать уход утренний тоник на нашу затрагивали эти моменты на наших курсах потому что наша тема на курсах всегда связана с темой работы с телом тело это то на чем вообще завязана вся наша жизнь согласна да здесь здесь объяснять ничего не надо всем все понятно но это не значит что все делают так как хорошо наши нашему телу и слышат свое тело чтобы улучшать свою жизнь ну как бы для чего это нужно чтобы улучшать свою жизнь вообще тоник наношу на все на все тело и я сейчас пришла с тренировки такой здоровый румянец видно да я бодра у меня энергия просто через край тоник я вот сейчас открыла новый флакон тоник таймвайз с гиалуроновой кислотой увлажняющий обновляющий я его переливаю в кульверизатор и благополучно им пользуюсь возможно возможно компания для нас сделает следующие выпуски тоника может быть тоник поменяют еще добавил какой-то новый будет мне почему-то сейчас подумалось потому что был опрос хотите ли вы флакон с распылителем а уж если новый флакон то может и новый тоник какой-то будет но было бы классно мне нравится вот знаете разный тоник с разным составом потому что вот я изредка пользуюсь botanical тоником изредка все-таки для меня он подсушивает кожу я стараюсь больше увлажняющего дать так вот что касается состояния тела я с вами поделюсь своим опытом проведения контрастного душа почему кто делает контрастный душ вот сейчас кто в эфире напишите кто делает контрастный душ хотя бы периодически или хотя бы контрастно умывает свое лицо вот можно еще есть такая процедура как бы когда мы умываемся мы можем контрастно менять температуру и немножечко кожу свою стимулировать и тонизировать таким образом кто делает поставьте плюсики кто делает контрастный душ или контрастное умывание с перепадами температур поставьте плюсики почему не делают люди вот больше в основной своей массе то есть делает я знаю я просто знаю я сама из социума понимаю общаясь с людьми пока вот один-два плюсика вижу а я тем временем продолжаю свой уход делаю лифтинг умываясь только холодной водой а вот я я говорю как раз о контрастности контрастности перепад температур дает нам дополнительное тонизирование кожи когда перед температура меняется кожа раз 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 как мышцы мы качаем до присел встал встал присел вот тоже самое мы делаем для своей кожи когда делаем контрастное умывание но контрастный душ конечно это мощнее сыворотка для ресницы бровей всем привет из челябинска передают я с вами поделюсь своим рецептом принятия контрастного душа я к этому пришла тоже знаете но годы-годы идут я сейчас даже не вспомню когда это все начало то есть у меня это все периодами то пауза то опять когда на улице холодно и дома там то включили отопление то еще не включили то уже отключили делать контрастный душ вовсе не комфортно бывает да поэтому вот сейчас например ну во первых лет а во я с тренировки пришла у меня эндогенное тепло выделилась то есть тело заработала этот румянец то есть тело включилась вот я вам дать пишу доброго понедельника хорошего понедельника доброе утро и я вам даю вот такой заряд не только на неделю вообще на жизнь вот людмила наша курсистка подтвердить что мы на наших курсах все время говорим про взаимодействие с нашим телом вот как можно его включать вот мы с вами научились уже включать королеву в себе да на предыдущих эфира кто смотрел включаем королеву на раз-два кто смотрел эфир да а сейчас как можно включить свое тело чтобы она нам служила во первых ну для чего это нужно зачем себя так напрягать вот что-то там делать с телом на тренировку ходить что-то душ контрастный там делать да для чего это нужно включать свое тело во первых мы так с ним учимся взаимодействовать чтобы слышать его сигналы ту самую интуицию тот самый шелест утренних звезд да потому что в течение дня когда мы заняты работой бы там проблемами мы в стрессе мы все время в напряжении нашему ну как бы у нас нет времени услышать тело она может нам сигнализировать очень серьезно психосоматика вот на этом основана на сигналах нашего тела я делаю коктейль из сывороток в основном это лифтинг туда же добавила сыворотку для ровного тона и для сужения пор поэтому чтобы первое иметь взаимодействие с телом а второе самое главное чтобы сохранить свое здоровье и молодость вот мне важно как я буду себя чувствовать через пять лет там 60 до в 70 лет 80 лет я хожу сейчас вот по набережной у меня маршрут и там такие места есть где для пенсионеров и инвалидов выделены места на пляже чтобы им там было комфортно спускаться на каталках на каталки до на каталках инвалидных да ну и им спускаться на больных артрозных суставах спускаться к морю в море их там очень много ранним утром пожилые люди они часто очень рано просыпаются у них бессонница этому тоже есть свои объяснения изучала этот вопрос и я смотрю и думаю а я хочу по-другому коляске до инвалидной коляски спасибо понимаем что что-то не так сказала не могу по ее понять что я смотрю на это все и я понимаю что у нас с ними разница то невелика там в 10 лет то есть мне 56 там 60 60 там 70 лет им до 10-15 лет и как выглядят эти люди я хочу по-другому для меня это прям такой пример плюс еще я сегодня шла и увидела голубя у которого не было самой ступни лапки то есть культя лапка а вот этой вот части нет ступни самой но он живет и он скачет и чего-то там добывает себе пищу крем для глаз коктейль делаю вот и я я то есть моя осознанность в чем по работе с телом что я хочу по-другому я себя вижу по-другому я вижу свою активную старость до старость есть такое слово и я буду стара и буду стареть но при этом у меня есть другие примеры вот я смотрю там вчера у меня в фейсбуке редко туда захожу вот вчера зашла и увидела вот там показывает там диана там мозг 65 лет стареть не собирается но там диана вся утянутая перетянутая в лице но какая она умница ее был показан ее режим спорта как она занимается там такое тело подтянутая настроена энергично понимаете и когда мы смотрим на таких людей и нам к мы мы иногда мы думаем я сама так думаю ну конечно у нее такая такое сложение вот с детства она такая маленькая миниатюрная худенькая маленькая собачка до старости щенок да есть такие женщины но чаще всего это вот и даже этой женщины состоянии этой даяны при не помню как точно зовут это каждодневный труд я это понимаю прекрасно потому что я точно так же как мюнхаузен утром себя поднимаю за голову и вытаскиваю из болота своей постельки и иду на тренировочку на пробежку чоп-чоп-чоп пошла годы тренировок совершенно верно это годы тренировок и тренировок не только своего тела в первую очередь это тренировки своего мозга вот поэтому мотивация у каждого своя моя мотивация к здоровью у кого-то мотивация от от болезни например дал кого-то вынужденная я хочу чтобы у меня не было вынужденной мотивации да когда приспичит как люди до бросает курить только тогда когда у них под угрозой там жизни для жизни вот я хочу чтобы у меня была мотивация к и я это делаю я могу не каждый день ходить на тренировку чтобы вы понимали я вообще ни разу не спортсменка вообще нет спортом большой спорт как-то меня обошел слава богу и сейчас я читая изучая постоянно этот вопрос физических нагрузок я читаю о том что для женщины вот эти вот силовые серьезные упражнения с качанием мышц вот эти кубики и прочее это вредно для нашей гормональной сферы это не просто не полезно это вредно там такая перестройка гормональная идет и когда мы видим вот женщин которые там в кубиках она там все это чаще всего не обходится от без гормональных подколок там и так далее поэтому и ну вот просто для меня приемлемо это ежедневная рациональная физическая нагрузка для поддержания своего тонуса тела чтобы работали все суставы я понимаю что такое артрозы и так далее да мне важно чтобы мои суставчики работали чтобы суставная жидкость вырабатывалась я принимаю бады для того чтобы поддерживать свои суставы но если интересно я сниму вам видео про про бады какие я принимаю и которые но в принципе пожалуй они всем подойдут потому что ну не все анализы там на состояние там селена в моей крови конечно я не делала я даже не знаю делают ли такие у нас тут в городе может делать но за какие-то большие деньги но я точно знаю что селена у меня наверняка не хватает в крови немножко губы увлажнила чувствую что суховато вот поэтому то есть понимать для чего я это делаю то есть физическую нагрузка я вам свою мотивацию объяснила вы можете написать если у вас такая мотивация делаете ли вы то есть я не спортсменка я выдаю себе стараюсь давать регулярно у меня бывают паузы чтобы вы не думали что ой вот она такая прям героическая женщина вы вообще не героическая вообще нет просто вот я главное что эти что еще стараться себя не не гнобить за то что я чего-то там не сделала я так чувствую но вот сегодня не пойду на тренировку например да не пойду вот но я так чувствую мое тело вот сопротивляется и вот так упирается всеми руками ногами почему-то но я слушаю или это малодушие такое да мне не охота лень почему-то и тогда я собираю себя в кулачок и пошла все равно или это состояние вот внутреннее такое что да мне просто нужно сегодня вот такой релакс дать телу потому что она нас ждут великие дела и энергия мне понравится понадобится еще куда-то разумно разумно осознанно да интересно у меня после 50 лет артроз появился он прояви проявился да потому что артроз он в той или иной степени есть практически у всех интересно это вы написали да если интересно про бады не видела еще комментарий людмила пишет ритуал с водой провожу каждый день с вечера готовлю воду в чашку работает всю неделю я так счастлива это работа наших наша на курсе наши секретные практики для здоровья для того как работать с энергиями которые нас окружают как заряжать воду свою для здоровья для исцеления вот поэтому кому интересно приходите в наши курсы следующий у нас начинается 0 8 0 8 августа увлажнение коктейль коктейль увлажняющий такой фреш у меня и репету даже а и рецепт думаю что же мысли пошли уже знаете рецепт мой рецепт по приему контрастного душа желательно конечно все таки после какой-то физической нагрузки потому что если вы с утреца встали пошли в душ и начали обливаться холодной водой я не знаю пойдете ли вы второй раз на такой подвиг вот я так не могла когда мне говорили и я так делала поначалу без безграмотно еще не было вот такой у меня полной информации я вам делюсь теми выжим коми которые я получила за многие годы изучения этого вопроса по принятию контрастного душа и то к чему я сейчас пришло это что мне делать максимально комфортно насколько это возможно для контрастного душа потому что это всегда выход из зоны комфорта если вы думаете что люди которые чего-то добились они это делали знаете все все им было комфортно отнюдь отнюдь это всегда выход из зоны комфорта выйти утром на пробежку это выход из зоны комфорта пойти под контрастный душ это выход из зоны комфорта я не люблю выходить из зоны комфорта поэтому я все свои процедуры вот эти я делаю макс максимальным комфортом это возможно доброе утро можно ли наносить тембайс крем для комбинированной кожи на зону декольте можно она не сушит кожу она даст даст увлажнение я наношу если бы было нельзя вы бы прочитали этого нотации люди которые составляли и все эти средства они о нас заботились и думали о нас а нашей кожи декольте поэтому что мы делаем когда принимаем для принятия контрастного душа максимально комфортно первое поделайте какие-то хотя бы немножко физические упражнения поприседайте подвигайте руками плечевым поясом постойте в планке даже если вы ничего не делали просто встаньте планку на минутку хотя бы да то есть немножечко включите тело физически немножко почувствуйте что вы согрелись немножко такой выпад может на теле появится вот это это уже очень хороший показатель того что пошло эндогенное тепло ваше внутреннее тепло сосуды заработали кровь побежала кислород пошел по сосудам сердце заработало есть еще такая технология тренировок по чсс по числу сокращений сердечных сокращений но это вот не для меня там вот эти все часы с показателями там сколько шаги я знаю сколько сколько мне нужно какое у меня расстояние вот сейчас я выверила для себя и топаем как миленькая разогрелись то есть немножко бы разогреться но если даже не разогрелись вы заходите в душ и включайте горячую сначала обязательно горячую воду если вы вместе с головой окунаетесь вот прям с макушки поливаетесь и я сейчас стала раньше я вставала под душ вот это важный например для меня момент который тоже добавляет мне комфортности в принятии контрастного душа я душ лейку я беру в руки то есть у меня стресс такой управляемый я не встаю под струю душа потому что он льет и ты как бы но только движением тела можешь немножко регулировать и он попадает куда попадает а так держа лейку в руках понимаете да я направляю струю воды горячей или холодной туда куда я считаю нужным и я как бы для меня это предсказуемо и моему как бы мне не так страшно в этот момент потому что когда на тебя внезапно льется холодная вода это просто вот ну стресс такой да поэтому дискомфорт очень резкий стресс больше чем мне хотелось бы поэтому я беру лейку в руки и вода сначала льда обязательно горячая делайте это где-то две-три минуты пока вы не почувствуете что вы согрелись что ваша кожа прямо вот нагрета и уже хочется хочется попрохладнее вот столько времени сделаете это сколько вам нужно обычно две-три минуты и потом резко переключаете на холодную и я стараюсь делать так чтобы первая струя холодной воды если я мой с головой попадала на макушку потому что здесь очень много чувствительных центров и тело включается моментально то есть сразу раз и вот представьте окатила холодной водой это точно сразу раз тонус прямо вот включился все и пошла лечкой холодной водой на лицо и здесь такой важный момент я себе недавно включила я поливаю на мочки ушей потому что чаще всего вот она льется и она обтекает уши а на ушах очень много биологически активных точек акупунктуру делают да вот на ушки знаете поэтому я стала делать так я отдельно делаю поливание ушей я закрываю ушка чтобы вода не попадала вот так козелок туда прикрываю и прямо вот сначала горячий когда я прогреваю с горячей водой одно второе прогрела потом точно также включила когда холодную полилась реакция пошла ушки лицо и пошла по всему телу холодненькой водой это все быстро происходит быстро 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 холодной и до самых ступней потому что опять же когда в душ просто льет сверху до ступней до икр даже до бедер или ягодиц вода попадает уже недостаточно холодная она успевает когда стекает она успевает нагреться то есть такого контраста не происходит а когда я поливаю себя лейкой по всем местам своего тела она вот все сразу холодная и температура такая какая нужно для контрастно быстренько прошла все там одна минута максимум прошлась по всем своим участкам тела и опять резко переключаю на горячую и опять начинаю с макушки макушка прогрелась расслабление такой релакс опять на ушки на лицо на все тело по всем участкам больше горячим прогреваемся больше опять 2-3 минуты когда чувствуете все я согрелась опять переключаем на холодную и так три раза вот холодную включаем три раза и завершающие поливание обливание идет такой средний не горячий и не холодной ну такой комфортно насколько вам это приятно и вот такой рецепт контрастного душа мне лично очень заходит я буду рада если вам такой вариант подойдет во всяком случае попробуйте попробуйте когда я прочитала у вадима зеланда трансерфинг реальности если вы кто-то читал или изучал эту тему то вадим зеланд вам знаком когда я у него прочитала о том что спортзал в вашей душевой комнате о пользе контрастного душа я и так это знала но как медик я это знаю в конце концов да и столько об этом писано и написано но собрать себя вот для того чтобы вот это делать еще и регулярно это вот найти это целое дело это такая работа души и тела в содружестве и выработав вот эту технологию мне стало это делать легче и приятнее это такой же стресс это такая такой же выход из зоны комфорта но это настолько комфортно насколько мне это возможно как вы считаете вот оксана пишет спасибо за вдохновение доброе утро рима кто присоединяется вот поэтому вот эти тонкие нюансы которыми можно как бы сделать более приятными не всегда приятные как бы но полезные моменты для своей жизни включать их в жизнь поэтому попробуйте как у вас получится как вам зайдет можете мне в директ потом от отзыв написать или в каком-нибудь посте что вы попробовали и вам это было вот так и вот так что вам это тоже зашло и понравилось спасибо за все или она будем воплощать в жизни ну будут буду ждать ваших отзывов потому что мне мне всегда очень важно понимать что вот вот та энергия которая сейчас вот просто по моему вот вашими сердечками плещет фонтанчиками на экране от меня вам плещет просто вот с экрана чувствуете да что и я бы я пришла и мало того что с тренировки хоть я уже шла уставшая полтора часа ходу это достаточно ну так хорошо ощутимо для тела и после контрастного душа ты собираешься в кучку его такой вот бодрый заряженный и то хочется этим делиться понимая что это реально кому-то может пригодиться здорово делаю контрастный душ но на макушку не лила надо попробовать обязательно попробуйте это здесь тоже голова она включает себя тоже очень много чувствительных точек и биологически активных в том числе вы почувствуете разницу когда вы будете лить на макушку вот это контрастирование это вообще другие ощущения там запускаются другие механизмы вы прям ощутите это ну вам тем более есть чем сравнить раз вы делали раньше вы почувствуете как это вот здесь вот только по тельцу там полила да а так когда вы на лицо на макушку на уши целенаправленно будете лить воду это дополнительно то есть раз уж вы все равно под душем и делаете контрастный душ сделайте по максимуму насколько это возможно вот это то чем я сегодня с радостью с вами поделилась очень надеюсь на то что это вам поможет давайте жить красиво молодо и здорово потому что это здорово здорово точнее будем жить здорово будем будем здоровенькими крепенькими и это будет струиться лучиться просто из наших глаз когда лью на макушку головы прям мурашки бегают по телу да да вот там запускаются очень очень многие моменты поэтому пробуйте делайте я вижу ваши спасибки и сердечки прощаюсь с вами отличного вам бодрого дня отличной недели бодрого дня